Столичный городской стадион после реконструкции станет частью спортивного квартала, в который также войдут бассейн и ледовый каток. Как идут работы на стадионе, проверил президент. Глава государства также побывал на других столичных стройках, которые финансируют из фонда капвложений. Подробности в сюжете Юрия Чернявского. Задний двор столичной восьмой школы который день заливают бетоном, а самосвалы завозят тонны песка ко дню города. То есть за три месяца здесь с нуля построят новый современный спорткомплекс. Директор школы воодушевлен. Говорит, пустовать площадка точно не будет. Наблюдается тенденция, что количество детей увеличивается. И надеюсь, что те силы, которые привлекаются государством, даст эту тенденцию только в положительную сторону. Строители суетятся там, где вскоре будет футбольное поле, волейбольное и баскетбольное площадки. Тут же разместят зону для воркаута, беговые дорожки, яму для прыжков в длину. Заниматься спортом здесь смогут абсолютно все жители Кировского, а не только школьники. Следующая спортплощадка появится на территории уже 12-й школы. Мы идем четко по нашей программе. По всех школах должен быть спортивный объект. В зависимости от территории, как позволяет. Где-то побольше, где-то поменьше, но тем не менее везде спортивная площадка должна быть. Еще более масштабные работы сейчас идут на городском стадионе. Менять здесь будут все. От инженерных коммуникаций до зеленых насаждений. Сделают парковку, отремонтируют остановку. Президенту показали проект обновленного стадиона. Работы предстоит много, рассказал президенту столичный градоначальник. Меняются все сети. Здесь очень много сетей. Ливневая канализация будет прокладываться новая. Убираем все старые деревья. Здесь очень много. Здесь только столик такого, который уже полуаварийный. И будем его менять на другие, скажем так, зоны на студии. Тут весь университет, школы, все силовые структуры занимаются у нас на стадионе. Он востребован. Еще одна большая стройка, которую посетил Вадим Красносельский, будущий музейный квартал в центре Террасполя. Доступность, наглядность и реалистичность – это концепция нового музея, по словам президента. Он лично курирует строительство. Часть экспозиции будет под открытым небом. Здесь техника. Она будет видна с проезжей части. Будет красиво. Техника именно. Танк Т-34, Катюша, полуторки, артиллерия, иной транспорт. Здесь ДОС сразу. Там окопы оборудованные. И вот здесь, под стеклянным колпаком, выставка оружия времен Великой Отечественной войны. Фасад музейного квартала будет оформлен в духе 19 века, чтобы сохранить общую стилистику с Екатерининским парком. Финальной точкой квартала станет мемориальный комплекс у Терраспольской крепости. Ее тоже благоустроит. Также президент проинспектировал ход ремонтных работ в ПГУ. Там сейчас ремонтируют один из корпусов. А в будущем намечена большая перепланировка. Например, на месте давно не работающей столовой будет музей с находками наших археологов. Юрий Чанявский, ТСВ.